Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось оперативное совещание руководства муниципалитета. Стандартный ответ – вещь хорошая, но жителю они не нужны точно. Партия «Единая Россия» исполнилось 22 года. На сегодняшний день порядка 90% наказов наших жителей мы уже выполнили. Зимний сезон открылся в Ленинском округе традиционным парадом Дедов Морозов. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин провел оперативное совещание с представителями муниципальных организаций и служб, силовых структур и управляющих компаний. Ликвидация последствий недавнего снегопада стала одной из основных тем совещания. Продолжит Максим Козлов. Начало зимы ознаменовалось в Подмосковье снегопадом, который побил рекорд 70-летней давности. Директор МБУ «Дорсервис» на оперативном совещании рассказал, какие меры принимались в округе в связи с экстремальными осадками. Мы перевели с момента начала снегопада всю технику и часть дорожных рабочих на круглосуточный режим. За минувшую неделю мы вывезли 3600 кубических метров снега. Снег продолжал идти и ночью. Сейчас подстихнет поток автомобилей часам к 11. Будем выводить опять коммунальные дорожные машины, расчищать дороги и посыпать их противогололедным материалом. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу МЧС России Сергей Дешкин доложил об еще одной проблеме, с которой могут столкнуться экстренные службы в ближайшее время. К концу недели планируется понижение температуры. В связи с этим прогнозируется увеличение роста числа пожаров в связи с тем, что люди будут больше использовать электрообогревательные приборы, печи топить более сильно, поэтому просим усилить профилактическую работу среди населения. Начальник управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации округа отчитался о проведении масштабного парада Дедов Морозов, который прошел от Советской площади до кинотеатра «Искра». Они на «Искре» не остановились, они прошли по всем нашим остальным точкам. Да, и фотоотчет показывает, что жителям очень понравилось, очень много народу собралось. Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов рассказал, что резко вырос уровень простудных заболеваний. В связи с этим медицинские учреждения округа работают в усиленном режиме. Ежедневно отмечается двукратное увеличение вызовов в сравнении с плановым режимом. Мы предпринимаем необходимые мероприятия усиления сил и средств для недопущения длительного ожидания врача. На сегодняшний день срок ожидания не превышает 24 часа. Начальник отдела образования Наталья Киселева отчитал, что на прошедшей неделе во всех учебных заведениях округа прошли мероприятия, посвященные битве под Москвой. 6 декабря более тысячи будущих выпускников примут участие в итоговом сочинении. Упомянула она и о недавнем снегопаде. Особое внимание мы сейчас уделяем состоянию территории и кровли. Подходы к школам и детским садам почищены. В течение недели в связи с погодными условиями будем продолжать эту работу. В заключении совещания временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин обратился к собравшимся с призывом быть более чуткими к запросам местных жителей. Стандартные ответы мы даем. Если нет техники в вашем дворе, то значит она вверх в другом месте. Ну примерно что-то такое звучит. Стандартный ответ – вещь хорошая, но жителю они не нужны точно. Особенно, когда, если речь идет, и запрос в данном конкретном случае по Солнечному был там, где не мог выехать в инвалидных колясках. В этом отношении обратите внимание, чтобы беспромедлительно решались вопросы такого формата. Партия «Единая Россия» исполнилась 22 года. Более чем за два десятилетия она стала основополагающей политической силой государственной власти и реализовала множество проектов. По случаю дня рождения «Единой России» представители Политсовета партии в неформальной обстановке встретились в кабинете председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко. Мы сделали такое небольшое наше совместное мероприятие вместе с нашим Политсоветом для того, чтобы так поделиться своими мыслями, поговорить, попить чаю, посмотреть на друг друга и, может быть, какие-то задачи определить на будущее. По итогам работы за год и за активную общественно-политическую позицию собравшиеся были награждены благодарностями секретаря Московского областного регионального отделения партии Игоря Брынцалова. Станислав Николаевич, те проекты, которые «Единая Россия» собственно рождает и реализует, они очень важны в целом для развития социальной политики нашего муниципалитета. Эти проекты, люди их чувствуют. За чашкой чая члены «Единой России» обсудили дальнейшую работу над партийными проектами и вопросы взаимодействия представителей власти с населением. В этом году партийцы уделяли особое внимание людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, и останавливаться на этом не собираются. На сегодняшний день порядка 90% наказов наших жителей мы уже выполнили. В этом есть, конечно, заслуга и администрации, оперативных служб. Конечно, депутатский корпус очень активно работает с населением. И сегодня в нашей ситуации основополагающей задачей для наших партийцев была и остается помощь нашим ребятам за линией фронта. Впереди у членов и сторонников партии «Единая Россия» большие планы на будущее. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. В администрации муниципалитета прошло награждение победителей и призеров открытого чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. Кубки и благодарственные письма спортсмены получили в личном и командном зачетах. Тему продолжит Наталья Буслаева. В 2023 году в гонках на выживание приняло участие 22 спортсмена из Москвы и области. Все 10 этапов чемпионата Ленинского городского округа прошли на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки. Сезон прошел отлично. Удалось все запланированные 10 этапов провести. Погода не подводила. Гонки были интересные. Так что на 5 с плюсом. По итогам соревнований победителям и призерам были вручены почетные награды. Поздравил спортсменов с отличным завершением сезона временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкина. Экстремальный контактный вид спорта, который сопровождают всегда без громких слов. Это мужество, смелость и такое огромное, духовное желание и настрой. И я хотел бы всех сопричастных с этими процессами призеров, победителей поздравить, пожелать дальнейших успехов, но самое главное не потерять тот настрой, который есть, здоровья и всего самого доброго. Стоит отметить и высокую посещаемость соревнований. В этом сезоне деревню Горки посетили более 5000 поклонников этого вида спорта, чтобы поддержать своих фаворитов. Мы видели большое количество людей, а самое важное, для чего все это происходит, я думаю, не только для вас личные зачеты, а именно для тех, кто вас смотрит, видит, на кого вы работаете. Мы видели лютую езду, жесткую, циничную, крепкую. Причем каждого здесь можно отметить, кто на что гораст. И мы, в принципе, действительно с вдохновением всегда смотрели. Второй год подряд победителем чемпионата округа по гонкам на выживание в личном зачете стал Андрей Березкин. Огромное спасибо организаторам. Очень сильно помогает, готовит трассу, технику, поливалки, ребята-судья. Всем огромное спасибо. Также хотел огромное спасибо сказать своему тренеру, механику Аркадию Богомолову. Очень сложный достаточно был сезон. Много подготовки было по автомобилю, тренировок. Награды в командном зачете получили Анатолий Кириллов, Константин Колобков и Андрей Березкин. В составе команды 90-х. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Зимний сезон в Ленинском городском округе открыт. В парках проводятся праздничные мероприятия для детей и взрослых. На одной из интерактивных программ, проходящей в Центральном парке, побывала наша съемочная группа. В Центральном парке слышен детский смех и звучит новогодняя музыка. Для ребят и их родителей организована игровая программа. Встретила гостей Снегурочка, а долгожданного героя праздника Деда Мороза дети с трепетом звали сами. Я помогаю Деду Морозу. Приношу ему письма, которые писали детки весь год. Разбираю почту, собираю подарки и привожу его к нам на праздник, чтобы детишки его увидели. Хотим увидеть Дедушку Мороза. Первый раз осознанно вышли. В прошлом году еще не понимали, а в этом году уже знают, кто такой Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка загадывали детям загадки, играли в игры, а также устроили настоящее соревнование с участием двух команд. Но победила, конечно же, дружба. Самый любимый, как мне кажется, праздник – это Новый год, где все получают подарки, время волшебства и сбывания всех мечт. Праздничные мероприятия, посвященные Новому году, позволяют окунуться в волшебную сказку не только ребятам, но и их родителям. А взрослые иногда нуждаются в ней даже больше, чем дети. Я решила сходить сюда, поднять себе настроение, посмотреть, что тут веселое, интересное. Праздничная атмосфера зарядила жителей города. Они уже находятся в предвкушении новогодней суеты и в ожидании исполнения заветных желаний. Жду очень Новый год. Я его очень люблю. Начало Нового года, новых надежд, новых исполнений, ну и всего, что я хочу для себя. Новый год – это ожидание чего-то нового, лучшего, исполнения желаний. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано более 600 развлекательных мероприятий, новогодние представления, игровые программы для детей и соревнования по зимним видам спорта. Чудеса только начинаются. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 1 декабря в округе зажглись новогодние елки. Но перед этим знаменательным событием произошло еще одно масштабное мероприятие – парад Дедов Морозов, который традиционно организуют в Видном. Наша съемочная группа также прошла в парадной колонне. Подробности в репортаже Максима Козлова. Три группы работают с детьми, заводят всех в хороводы. Парад Дедов Морозов – мероприятие, где на каждом из участников лежит огромная ответственность. А потому не лишним будет перед построением еще раз послушать инструкции и наставления. Музыканты ударяют в барабаны, и шествие начинается. Традиция проводить парад Дедов Морозов зародилась в Видном почти 10 лет назад, и неизменно мероприятие собирает огромное количество зрителей. «Ой, круто очень, первый раз такое вижу. Обычно уже как-то все расходятся с барабаной, вот такое первый раз. Хочу ребенка выгнать на улицу, чтобы посмотрел. Конфеты заслужил, может быть, стих расскажет». Действительно, во время парада Деда Мороза устраивают небольшие остановки, играют с ребятней, позируют для фотосессий и раздают маленькие, но очень приятные сувениры. «У вас есть подарок?» «Да, посмотрите, пожалуйста, у меня есть шоколадка от русского Санта-Клауса. Я очень тронут этим подарком. Спасибо большое». Более 30 Дедов Морозов и Снегурочек прошли по советскому проезду по традиционному маршруту от Советской площади до кинотеатра «Искра». «Дедушка Мороз, что главное на параде?» «На параде самое главное – это идти в ногу и посох не потерять». У Георгиевского храма к процессии присоединился временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин. Как он позже признался, благодаря таким парадам мир становится чуточку добрее. «Надо немножко иногда быть детьми. Ну, в хорошем смысле слова, отходить от каких-то таких вот больших взрослых проблем. И, наверное, мир тогда будет, ощущение будет более прекрасное, нежное. И чувства будут у нас у всех добрые, будет любовь и будет все прекрасно». И вот парад выходит на площадь у кинотеатра «Искра». Здесь уже ждут сказочных волшебников, основная задача которых на сегодняшнем вечере – зажжение главной муниципальной елки. «Ну-ка, елка! Раз, два, три! Светом сказочным! Гори!» У «Искры» продолжается праздничная программа, а большинству Дедов Морозов пора ехать дальше – зажигать елки в жилых комплексах и парках по всему Ленинскому округу. «Утрем нос, родители! Так громко! Приготовились! Крикнем Дед Мороз! И три! Четыре! Дед Мороз!» В Расторгуевском парке собралось порядка ста человек – детей и взрослых, чтобы принять участие в играх, танцах и, конечно, церемонии зажжения местной новогодней елочки. Волшебное заклинание, как оказалось, является универсальным для всех елок. «Раз, два, три! Светом сказочным! Гори! Гори!» «Замечательно, что у нас здесь есть рядом Расторгуевский парк, и здесь очень много, радостно проводят вот такие вот мероприятия часто. Спасибо большое!» А дальше публика разогревалась песнями и танцами, а дети делились своими желаниями. «Чего бы им хотелось получить от сказочного волшебника в подарок?» «Скажи, что ты хочешь попросить у Деда Мороза на Новый год?» «Итак, готовы?» «Куклы!» «50, 21 пистолетов и лего!» «Игрушку в виде камерамена штана 2.0» «Я бы хотела попросить много предей для вязания» «Я?» «Лего» «Ты уже второй человек, который хочет попросить лего. А кроме лего что-нибудь еще хочешь попросить?» «Нет» В этом году видновскому художественно-техническому лицею исполнилось 24 года. Ученики и педагоги отметили день рождения праздничным концертом в актовом зале. Посмотрела выступление учеников наш корреспондент Юлия Стоферова. День лицея – общий праздник как для учащихся, так и для преподавателей. Праздничные концертные номера всегда радуют родителей и педагогов. А теплые слова директора ВХТЛ создают семейную атмосферу в образовательном учреждении. «Хочется нашим ученикам пожелать двигаться вперед, приносить успехи в копилку нашего лицея, а педагогам быть их верными спутниками на всей школьной жизни». Актовый зал лицея переполнен. На концерт пришли ученики, их родители и педагоги. Все с интересом смотрели на выступления, в которых было задействовано много ребят. «Это студия «Бенефисы», танцевальная группа дошкольного отделения, творческие номера наших детей в целом около 100-150 человек». «Это очень сплочает классы, коллективы, и это очень трогательное событие для меня. Я очень люблю свою школу». Учащиеся с большим удовольствием подготовили номера и выступили перед собравшимися. Своим выступлением они выразили благодарность родному лицею и поздравили его с праздником. «Я желаю всего хорошего для лицея, чтобы рос вверх, ученики получали одни пятерки и вообще все было класс». «Желание, чтобы он рос дальше, чтобы происходило только хорошее, и такие праздники не заканчивались». Видновский художественно-технический лицей не только дает возможность всем детям получить достойное среднее образование, но и развивает творческий потенциал. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok